КОНЕЦ Как и неправильными рассуждениями нам не нужно. И у меня тоже взгляд на жизнь похож на ваш, который вы здесь описали. Теперь перейдем к вашему вопросу непосредственно. Я тут по порядку. Вы описали, что если я совершу геюр по всем правилам, это не всем ясное выражение. Я не знаю, что вы имеете в виду. Например, что вы будете учиться и потом стараться научиться выполнять даже законы, потом сдадите экзамены все, и будет все очень хорошо. Но это не есть по всем правилам. Это только внешняя сторона геюра. Геюр – это осознать, что ты на всю жизнь хочешь быть евреем, еврейкой, часть нашего народа, и когда народу хорошо, и когда народу не очень хорошо, вне зависимости от своих успехов или неудач в жизни, на работе, в личной жизни, вообще в любой деятельности. Все вне зависимости. Сделать геюр – это стать частью сынов Израиля, частью нашего народа, задача которого, как народа в целом, это служить Всевышнему и делать то, что Он попросил нас, назначил нас делать, чтобы исправить духовные поломки высших миров. Как может простой человек исправлять что-то? Через законы Торы. В самом широком смысле слова. Конкретные законы, законы взаимоотношений между людьми, законы взаимоотношений со Всевышним и так далее и тому подобное. Это, собственно говоря, еврейский образ жизни. И геюр – это не еврей, который присоединяется к этому, его должны проверить, убедиться и прочее, прочее. Но, как я не раз говорю и воспользуюсь случаем, еще раз скажу. Геюр – это начало, а не завершение процесса. Когда ты прошел процесс геюра в Равинском суде и сделал все, что нужно, и даже получил документ, что ты прошел геюр, с этого момента только ты начинаешь по-настоящему двигаться еврейской дорогой, в которой двигаются все евреи. У нас нет завершения нашей дороги. До 120 лет это называется. Все время надо расти, укрепляться, усиливаться, помогать другим людям в этом и так далее и тому подобное. Или, иначе говоря, выражение, которое я часто употребляю, по-моему, надеюсь, не слишком часто – непочатый край работы. Что быть евреем – это тяжелая работа, непростая работа и на всю жизнь. А нигде не кончается. Ни на одном этапе нет завершения. Все время. Это то, что можно сказать в общих, так сказать, общими словами. Более конкретно. Значит, что значит присоединиться к нашему народу? Для Гера есть определенные желательные направления в его жизни. Во-первых, для начала, хотя бы много лет, не заниматься критикой евреев, даже отдельных, тем более уже групп евреев. Не искать что-то плохое, не искать недостатки. Стараться жить, если вы в Израиле, то в районе, в таком городе, в районе, где есть определенный процент, может быть, 90%, может быть, 40%, но такой серьезный процент евреев, которые соблюдают шаббат, живут по-еврейски и так далее. Потому что ты должен укрепляться. Это, по крайней мере, 10 лет так надо жить. Не обязательно в так называемом религиозном городе, в так называемом религиозном районе. Но обязательно, если он даже смешанный, то так, чтобы большинство там были бы люди соблюдающие. Это может быть и поселение тоже, это может быть и разного рода населенные пункты, но всегда там должно быть большинство соблюдающих. Кроме того, в районе, если ты не совсем религиозный, он все равно должен быть религиозный, и в радуице одного километра, одного километра, желательно, чтобы у тебя уже было от трех до пяти синагог, чтобы ты мог видеть разные синагоги, чтобы ты мог стать членом в одной синагоге и осознательно, осознанно привыкнут ходить туда, например, каждую субботу на молитвы, привыкнут общаться с людьми там постепенно, не навязываться, не вешаться на шею, как говорится, но так, чтобы тебя знали, чтобы тебя уважали, подставлять плечо под какие-то общественные, религиозные мероприятия, помогать людям там, ходить на уроки в этой синагоге, в другой синагоге, и в другом каком-то учреждении, организации, это не важно, но ходить на уроки, учиться, искренне интересоваться, и также, это уже больше к вам, вам 28 лет, вы написали, подружиться со сверстниками, сверстницами, потому что женщина с женщинами, а ребята или молодые люди, мужчины с мужчинами, смешанных, дружбы у нас нет, значит, мы нужно иметь этих друзей, надо, чтобы вокруг человека было трое, четверо, пятеро, шестеро, каких-то хороших знакомых, не все должны быть близкими людьми, близкими друзьями, но какие-то хорошие знакомые, которые приходят к тебе, к которым ты приходишь, и все это совершенно искренне, и действительно, не во имя Гиюра, не во имя чего-то, а просто потому, что люди живут среди людей. И так же идем дальше, на работе, человек работает, на работе нужно стремиться, если можно, быть на такой работе, где есть религиозные люди, пусть пять, пусть десять, но это религиозные люди, им нужно там общаться с религиозными людьми, нежелательно, я не говорю, что запрещено, нежелательно общаться с несоблюдающими, потому что ты от них будешь слышать идеи неправильные, образ жизни неправильный, поведение неправильное, модель, так сказать, поведения неправильная. Так ладно, если человек вырос в религиозной среде, и нет выхода другого, но он сам прекрасно себя ведет, и знает, как и все, это одно. А человек, который прошел геюр, он не имеет корней, он не имеет семейных корней, он не имеет общественных корней, поэтому он должен быть с теми, кто его будет укреплять, а не так, что он бы только ослабевал и ослабевал. Напомню, что прохождение геюра – это начало, а не завершение. Только с тех пор и начинается рост, духовный рост, и в области учебы, и в области деятельности, и в области всего. Еще совет. Тоже очень важно. Нужно настроиться правильно, а именно, понимать, что никто тебе ничем не обязан. Это правильно, что один еврей помогает другому. Это правильно, что человек, прошедший геюр, мы говорим о случае, когда вы спрашиваете, если пройдете геюр, человек, который прошел геюр, он становится евреем. Правильно. Он становится евреем, и с ним будут общаться, как с евреем. Но ему никто ничего не обязан. Нельзя ведь претензии к другим людям. А наоборот, вместо того, чтобы претензии к другим людям, нужно, наоборот, помогать другим людям. Не ожидать от них помощи, а помогать им. Это лучшая стратегия в жизни. Как говорится, известная военная стратегия, наступление – это лучшая защита, так и известная жизненная стратегия. Помощь другим людям – это лучшая стратегия в жизни. И еще. Нужно помнить, что, как правило, какие-то симпатии и прочее, обязательно будут. И обязательно людям нравится, когда человек искренне совершил геюр, и живет по-еврейски, совершенно соблюдает все – шаббат, кашрук и прочее, прочее. Это, безусловно, в религиозных кругах, потому что это очень относится положительно и хорошо. Но не надо думать, что это обязательно будет на сто процентов. Всегда, вы же просите, видите, не сладкую ложь, а говорит вам правду, а я скажу правду. Всегда найдется. Это вообще не связано даже с геюром. Всегда находится в группе из 10, 20, 30 человек один, два, три не очень далеких людей, назовем так. Или прямо скажем, не очень умных людей. Вы помните, критиковать нельзя. Искать плохого не надо. Но нужно понимать, что люди будут разные. Кто-то прякнет что-то, кто-то скажет. Но только нужно пожать плечами и не реагировать. Как правило, этого нет. Но если есть, нужно быть вооруженным. А именно заранее знать, что ничего страшного. Это нормально. Люди не ангелы. И поэтому меня знают плохо пока. А узнав, что я гер или гейор, если это женщина, могут по-разному отнестись. Тем более, к сожалению, что если еще 30-40 лет тому назад в Израиле с распростертыми объятиями принимали неевреи, которые хотели совершить геюр, то потом, 30 лет назад, 20 лет назад, реноме или имидж гера или гейорет очень понизился. Благодаря, понятно, вы все знаете, наверное, вы просто честно честно скажете тем, кто приехал из бывшего Советского Союза. Потому что ничего не поделаешь. Та страна была страной лжи. Это не я определил, а великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын. Он определил страну Советов страной жизнь во лжи. Все жили во лжи. Потому что тотально ничего нельзя было выразить. Поэтому в лучшем случае защитой был цинизм. А цинизм это страшная идея. В лучшем случае на кухне говорили искренне, а на работе всюду ложь. Выросли в этой лжи. Приехали сюда. Не еврей, приезжая, попадая в Израиль. Прежде всего надо для многих из них раньше так было, теперь уже не так, и это хорошо. Надо стать хамелеоном. Делать вид, каким-то образом подстраиваться, каким-то образом фальшивить и прочее, и прочее. Ну а заодно и ги-юр провести, проделать или прокрутить. Потому что нужно сказать, что в деле ги-юра дела обстоят не очень хорошо. Я не могу сказать, что плохо. Это неправда будет. Есть геры очень искренне настоящие. Но в общем-то не очень хорошо. По многим причинам, которые совершенно не имеют значения. Каждый, кто искренне, может всегда сделать ги-юр. Но вот эти хамелеоны и прочее, нету хороших фильтров, которые могут так все это профильтровать, отфильтровать. И поэтому они попадаются. Что, но это же потом все равно все вскрывается. Абсолютно все. Человек не будет хамелеоном всю жизнь. Получил бумажку, стал гером, немедленно, во многих случаях немедленно перестает жить по-еврейски. В других случаях соблюдает приличие год-два. И потом все видно. И все понятно, что все фальшиво. И поэтому реноме или имидж человека из бывшего Советского Союза, кто приехал сюда и прошел ги-юр, очень испортился. И надо доказывать, как следует. Нужно понимать это и принимать это с любовью, с настроением правильным. Ничего не поделать. Ты должен, угу, отдуваться от этих фальшивых людей, которые приехали в Израиль и придумали фальшивые ги-юры, которые называют липовые ги-юры и так далее и тому подобное. Увы, это факт, это тоже надо знать, не надо ни на кого сердиться, не надо огорчаться, но если ты идешь прямой дорогой, все совершенно в порядке и хорошо. Вот это то, что я хочу сказать. Для ги-юра есть одна невозможность такая, тоже мы сейчас расскажем, и на этом завершим нашу тему, ги-юра, какая бы она ни была, что как бы она ни соблюдала, она не имеет права выйти замуж за Коэна. И это, в этом нет, сразу начинает позицию вставать, вот унизительно, вот второй сорт, нет, не второй сорт, потому что еврейка, рождение, жена какого-то великого раввина, но он ушел из жизни, она стала вдовой. жена великого раввина, знаток, она знаток Торы, среди женщины, она не может выйти замуж за самого простого человека, если он Коэн, и так далее, и тому подобное. Так что здесь нет никого второго сорта, законы Торы, это есть глубокие причины на все это, вот так надо и ко всему относиться. Всего доброго, до свидания.